Здравствуйте, уважаемые друзья, на связи Алексей Кузьмичев. Сегодня у нас с вами будет такой простенький видеоурок, в котором я покажу вам принципы создания композиции, принципы совмещения двух фотографий. И мы будем менять фон на студийной фотографии и создавать на основе этого композицию с такой вот женщиной, которая у нас тут несет апельсины. Мы ее будем помещать вот на такой вот фон. И как раз на примере выполнения этих действий вы разберетесь с основными принципами совмещения фотографий в одну полноценную композицию. Ну что ж, приступим. Первое, что нам с вами необходимо сделать, это создать новый документ. В данном случае размер документа мы поставим 4000 пикселей на 2280 пикселей. У меня уже данный документ создан, как вы видите. Для того, чтобы вам это сделать, вы просто нажимаете на пункт файл создать и вводите здесь нужные вам размеры. После этого давайте возьмем наш новый фон и поместим его в наш документ. Нажимаем комбинацию Ctrl-A и Ctrl-C, чтобы скопировать. И помещаем наш фон в документ, нажимаем Ctrl-V. Вот таким вот образом. Если необходимо, вы можете немножечко подвинуть картинку, так как вам нужно. Для того, чтобы правильнее вписать наш фон в документ, давайте сразу же поместим сюда и женщину. Нажимаем Ctrl-A и Ctrl-C и вставляем уже непосредственно сюда нашу модель. Теперь, просто понизив прозрачность этого верхнего слоя, давайте определимся, где у нас находится линия горизонта, чтобы у нас все в нашей композиции совпадало и выглядело естественно. Поэтому перемещаем наш фон и смотрим, как он будет лучше смотреться с моделью. Так, ну я думаю, вот таким вот образом можно оставить. Возвращаем верхнему слою прозрачность 100% и пока что его скроем. Щелкаем вот здесь по глазику. Теперь поработаем с нижним слоем. Здесь нам необходимо его размыть, для того, чтобы создать эффект глубины резкости в кадре. Поэтому мы переходим в пункт фильтр, выбираем здесь размытие. Размытие при малой глубине резкости. Так, у нас загружается фильтр. Здесь нам с вами необходимо выбрать форму для диафрагмы. Здесь, в принципе, нет никаких ограничений. Можете поставить любой рисунок. Обычно я использую либо шестиугольник, либо восьмиугольник. Если вы ставите восьмиугольник, у вас в боке получается немножечко помягче. Поэтому я ставлю здесь восьмиугольник и регулируем радиус. Чем больше, соответственно, данное значение, тем сильнее у нас размывается задний план. Здесь следим за эффектом, когда он нас будет устраивать. Оставляем. Так, ну где-нибудь давайте поставим 65. И, в принципе, больше здесь нам с вами ничего трогать не нужно. Просто нажимаем здесь клавишу ОК. Подождем, пока у нас применится фильтр. И продолжим работу. Итак, вот у нас фильтр размыл наше изображение. И теперь мы можем приступить к отделению женщины от старого фона. Для этого вы можете использовать любой удобный для вас инструмент. В данном случае я буду использовать инструмент перо. И вот таким вот образом начну обрисовывать контур нашей модели. Полностью весь процесс я вам показывать не буду, чтобы сэкономить время нашего видеоурока. После того, как я закончу выделение, я к вам вернусь и мы продолжим работу. Итак, друзья, я закончил выделение. Вот что у меня получилось, как вы видите. Для того, чтобы отделить модель, я создал маску вот здесь. И убрал также ненужные детали. Здесь вот висела лямка на рукаве. А также я убрал ручку на тазу. Также не хотел, чтобы она попала у нас в кадр. И в результате получилась вот такая вот картинка сейчас. Ну что ж, следующим шагом нам с вами необходимо немножко подогнать цветовой тон наших двух фотографий, чтобы он совпадал. И как видите, у нас задний план выглядит довольно ярким. Я хочу его приглушить. Поэтому переходим на нижний слой и создаем корректирующий слой, здесь цветовой тон насыщенности. Понижаем насыщенность нижнего слоя примерно на минус 50. Так, чтобы практически сделать его серым. Таким образом мы выделяем модель на передний план. И у нас ничего не отвлекает глаз от модели в кадре, как видите. Теперь переходим к прорисовке света на фотографии. Я хочу добавить падающие лучи света на центр нашей фотографии, чтобы еще больше совместить два снимка в одно. Также хочу сразу вам дать совет. При выборе фотографий для композиции старайтесь подбирать их по такому принципу, чтобы освещение на снимках было примерно из одной точки. Таким образом у вас эти фотографии будут совмещаться гораздо проще и вам потребуется меньше усилий для того, чтобы все выглядело естественно. Поэтому здесь мы создаем новый пустой слой. Берем кисточку. Обязательно убедите, чтобы она была у вас мягкой. Размер ставим большой достаточно. Примерно вот такой. И цвет ставим белый. Делаем точку примерно здесь. Вот таким вот образом. Можно даже сделать две точки. Вот примерно так. Режим наложения ставим на экран. И уменьшаем прозрачность до того момента, пока картинка не будет выглядеть хорошо. Примерно 30% я думаю подойдет. И вот получится вот такое вот легкое свечение наверху. Как раз то, что мне и нужно. Теперь следующим шагом давайте немножечко добавим контрастность для теней. Поэтому переходим в синий канал. Так как он наиболее контрастный, он позволит нам наилучшим образом подчеркнуть тени на фотографии. Поэтому зажимаем клавишу Ctrl. Щелкаем по каналу, чтобы загрузить выделение. И переходим обратно во вкладочку слои. Здесь выбираем корректирующий слой уровня. И режим наложения для этого слоя ставим на умножение. Вот таким вот образом. Масочку мы инвертируем. Нажимаем Ctrl и вот таким образом. И теперь давайте еще перейдем в пункт изображения коррекция уровня. И настроим маску таким образом, чтобы тени у нас ложились помягче. Вот таким вот образом. Следим за результатом, который у нас получается. Вот я думаю, примерно так можно оставить. Нажимаем клавишу ОК. И прозрачность слоя также уменьшаем. Примерно до 50%. Вот примерно так. Таким образом мы сделали тени на фотографии более контрастные. Следующим шагом давайте затемним изображение с краев, чтобы еще больше акцентировать внимание на центре композиции. Для этого будем использовать корректирующий слой кривые. Кривую выгибаем здесь вот таким вот образом вниз. Примерно так. И берем инструмент кисть. Черный цвет ставим на палитре. И размер ставим практически во всю нашу фотографию. Даже чуть побольше. И делаем мазок по середине кадра. Вот таким вот образом. Можно сделать еще мазочек, чтобы еще больше высветлить центр. До и после, как вы видите. И также давайте еще немножко поработаем с верхней и нижней частью фотографии. Также там немножечко затемним изображение. Для этого также создаем корректирующий слой кривые. Выгибаем его таким же образом вниз. И выбираем на палитре инструмент градиент. Нас интересует зеркальный градиент от черного к белому. И делаем вот здесь вот таким вот образом осветление. Можно даже растянуть кредиент побольше. Даже еще наверное больше. Смотрим до и после. Вот таким вот образом. Чтобы нижняя часть также у нас попала в затемнение и не отвлекала нас. Где-нибудь поставим прозрачность данного слоя на 70%. Вот так. И также давайте еще вернемся к слою, где мы усиливали тени. И немножко еще понизим прозрачность. Примерно до 25, так как у нас тени стали чересчур уж темными. Вот примерно так. И продолжаем. Следующим шагом настраиваем цветовой тон насыщенность. Понижаем насыщенность всей фотографии где-нибудь до минус 20. Чтобы это упростило нам тонировочку. Ну и последним шагом создаем корректирующий слой выборочной коррекцией цвета. Здесь затонируем наш снимок. Я хочу добавить такой вот желтоватый оттенок. Поэтому перетаскиваем полузночки вот таким вот образом. Так, голубой перетаскиваем немного влево. Здесь пурпурный также тащим влево. Вот. И усиливаем желтый. Примерно до 10. Чтобы у нас получился вот такой вот коричневатый оттенок. Как видите. Также можно прозрачность данного слоя уменьшить, если необходимо. Ну, примерно до 65, к примеру. Вот так. Ну и вот, в принципе, и все. Наша с вами работа завершена. Мы объединили две фотографии в одну полноценную композицию. Композиция смотрится довольно гармонично. Все выглядит естественно. Поэтому, используя данный алгоритм, вы можете абсолютно из любой своей фотографии сделать композицию. Используя вот эти вот шаги, которые я вам только что показал. Также, друзья, хочу вам сообщить одну очень радостную новость. Завтра нашему проекту Photoshop Professional исполняется 5 лет. И я подготовил для вас один небольшой сюрприз. Все подробности будут завтра. Поэтому следите за почтой. Я обязательно вам напишу. Ну, а на этом все. Большое всем спасибо за внимание. И до встречи в следующих видеоуроках. До встречи в следующих видеоуроках.